Новости на телеканале Хабар 24. В студии работает Сергей Гергель. Здравствуйте. В адрес первого президента Казахстана продолжает поступать поздравительная корреспонденция от лидеров зарубежных стран. Глава Беларуси Александр Лукашенко в своей телеграмме отмечает, благодаря политическому курсу Ельбасы наша республика стала успешной, сильной и независимой. Он выразил признательность за внимание, которое Нурсултан Назарбаев уделяет вопросам развития белорусско-казахстанского сотрудничества. Президент Туркменистана отметил, что масштабные преобразования во всех сферах жизни Казахстана и весомые достижения страны неразрывно связаны с именем первого президента. В Туркменистане высоко оценивают личный вклад Ельбасы в развитие отношений между странами и надеются на укрепление сотрудничества. Слова поздравления лидеру нации также направили президенты Сербии и Молдовы Александр Вучич и Игорь Дадон. Нурсултан Назарбаев провел телефонный разговор с президентом Узбекистана. Шавкат Мерзиёев поздравил Ельбасы с днем рождения и днем столицы, пожелал ему здоровья и новых свершений. В ходе беседы был подтвержден курс на углубление и расширение двусторонних отношений, основанных на дружбе, доверии и сотрудничестве. Поздравил Нурсултана Назарбаева и кыргызский лидер Сауренбай Жейнбеков. Пожелал крепкого здоровья и успешной реализации поставленных целей. Тепло поздравил первого президента Владимир Путин. В телефонном разговоре собеседники выразили уверенность в продолжении поступательного развития отношений стратегического партнерства и союзничества между странами. В ходе разговора с премьер-министром Армении стороны подтвердили обоюдные намерения расширять многоплановые отношения. В беседе с главой Турции подчеркивалась важность дальнейшего продвижения двустороннего взаимодействия на благо братских народов. Касым Жмартукаев поздравил казахстанцев и всех жителей Нурсултана с Днем Города. Он отметил, что решение первого президента Нурсултана Назарбаева о переносе столицы имеет огромное историческое значение. Благодаря этому в центре Евразии вырос крупный политический, экономический и культурный центр, а весь Казахстан получил новый импульс к развитию. Глава государства поблагодарил каждого гражданина страны за вклад в строительство и становление государства. Галлофестиваль боевых искусств прошел в столице Казахстана. Участие в показательных выступлениях и чемпионате приняли десятки спортсменов из разных регионов и даже из других стран. Зрелищные браи проходили в новом уникальном спорткомплексе столицы. Открыли дворец единобосс Джек-Пи-Жек в День Города. Наблюдал за спаррингами и президент Касым Жмар-Токаев. Глава государства пообщался с воспитанниками комплекса и ознакомился с условиями, в которых они будут заниматься. Подробности у Ирины Панфиловой. Ассоциация боевых искусств в Казахстане появилась в КАЦе прошлого года по инициативе первого президента страны Ельбасы Нурсултана Назарбаева. В настоящее время этим спортивным движением по всей стране обвачены больше 200 тысяч человек. И это далеко не предел. Лучшие спортсмены сегодня демонстрируют свое мастерство на гала-фестивале. Он проходит здесь, на площадке нового столичного дворца единоборств. В свои двери современный спорткомплекс распахнул в день рождения столицы и первого президента Казахстана. Это отличный подарок не только для жителей мегаполиса, но и для всей страны. Ожидается, что тренироваться в уникальном для нашей республики зале будут спортсмены из разных регионов. В планах организовать здесь различные секции, посещать которые смогут представители разного возраста. Сразу после фееричного открытия гала-фестиваля боевых искусств на ринге и татаме начались соревнования. С трибун за зрелищными боями наблюдают сотни зрителей. Среди почетных гостей и президент Касым Жмар-Тукаев. Встретить в этом зале можно было и именитых спортсменов, которые неоднократно поднимали флаг нашей республики за рубежом. Жалхат Жумагулов из Ак-Тубе как раз один из таких. В профессиональных боях чемпион мира по Fight Nights участвует уже 10 лет. Когда мы занимались, мы занимались в подвалах, у нас таких условий не было. Сейчас то, что хорошо, молодежи условия создают. Все есть, чтобы побеждать. А этим начинающим спортсменам грандиозные победы пока только снятся. Но, скорее всего, у ребят все впереди. Главное, чтобы было упорство и желание. Тренировки я ни разу не пропускал еще. Только вот когда уважительная причина, вот когда я пошел в школе и когда болею. Всегда я пытаюсь вылаживать на тренировках на все 100%. Много занимаюсь. Хочу будущее, хочу стать чемпионом мира по тайскому боксу в А-классе. Нужно много тренироваться, много пахать в зале, много потеть и верить в себя. Вера всегда помогает. А еще достичь цели и стать победителем помогают вот такие фестивали. Начиная с прошлого года подобные турниры провели в 18 городах республики. Самые сильные и ловкие бойцы сегодня спаррингуются на этой площадке. К ним на тренировки заглянул президент. Косым Жумар-Токаев пообщался с будущими чемпионами и пожелал им успехов. В следующем году страна примет международный турнир по муайта и самбо. Среди студентов Федерации университетского спорта ФИСУ. Мы начали уже подготовку именно в виде вот этого фестиваля. Отбор уже команд, подготовка именно спортсменов, ведущих специалистов в своем направлении видов спорта, чтобы сформировать уже единую мощную команду, которая будет уже участвовать и в следующем году, и в 2021 году. В 2021 году у нас будет World Combat Games по 15 видам единоборств. С каждым годом желающих заниматься восточными единоборствами в нашей стране становится больше. И кто знает, возможно, среди спортсменов есть будущие призеры чемпионатов мира. Ирина Панфилова, Иржан Конопияулы при поддержке телерадиокомплекса президента Казахстана. Хабар, 24. Поздравления с Днем столицы сегодня шлют с разных уголков планеты. Зарубежные гости признаются в любви и адресуют добрые пожелания жителям главного города Казахстана. Самый интересный собрал наш международный обозреватель Максуд Меделканов. Нур-Султан по праву может считаться мировой столицей дипломатии. В этом убежден ректор МГИМО. По словам Анатолия Таркунова, город уже стал международной площадкой для обсуждения самых злободневных мировых проблем. Нур-Султан – прекрасный город. Светлый, красивый, обустроенный. И главное, что в нем себя чувствуешь очень комфортно, несмотря на то, что город новый, вроде как не на море еще. Но, видимо, те усилия, те эмоции наших друзей казахстанских, которые были вложены в создание этого города, они и создают ту ауру, в которой себя чувствуешь в Казахстане как доба. Я поздравляю с Днем города, всех жителей города, вообще всех казахстанских друзей. И уверен, что этот город, он будет всегда таким флагманом, таким маяком и на земле Казахстана, и вообще в Центральной Азии. Нур-Султан будет продолжать играть роль такой мировой столицы дипломатии, международных дел по самым разным вопросам. От безопасности до экологии, природопользования. Казахстан известен всему миру как родина Алматинская с 2018 года и Астанинской декларации по первичной медико-санитарной помощи. Первую приняли 40 лет назад. Своё продолжение она нашла уже в новой столице на глобальной конференции по первичной помощи. Её провели осенью прошлого года под патронажем Всемирной организации здравоохранения. Её директор Тедрос Гебрейсус, поздравляя казахстанцев с Днём города, отметил, что у нашей страны и ВОЗ очень крепкие взаимоотношения, основанные на развитии общих приоритетов. Чтобы вести здоровый образ жизни в городе, нам нужны благоприятные условия. Когда я вижу вашу столицу, я могу сказать, что она развивается именно по этому курсу. Конечно, вам нужно ещё больше инвестировать, и ваше правительство уже увеличивает долю ВВП здравоохранений, что приводит к увеличению продолжительности жизни людей. И я очень рад этому. От всей души поздравляю жителей Нур-Султана с Днём рождения столицы, города, который мне очень нравится, в котором я был уже дважды и где надеюсь побывать ещё в будущем. Нур-Султан – это ультрасовременный город, уезжая из которого, хочется вернуться вновь, говорит немецкий журналист Биргит Ветцель. По работе она часто бывает в Казахстане. В разные годы освещала съезд лидеров мировых и традиционных религий, открытие Экспо. А на этой неделе писала статью с Finance Days. Первый раз в столице Казахстана я была 10 лет назад. Уже тогда я удивилась, насколько это современный город с невероятной архитектурой. В особенности мне нравятся здания, спроектированные Норманом Фостером. С тех пор я была здесь 8 раз. Меня очень впечатляет то, как растёт этот мегаполис посреди степи. В Нур-Султане мне лично очень нравится Ханшатер. Ещё я люблю гулять по бульвару от Ханшатера до Акарды. Я хочу от всего сердца поздравить Нур-Султан с днём рождения. Динамичного развития желают казахстанской столице многие зарубежные гости. Они шлют телеграммы, пишут посты в социальных сетях и поздравляют жителей главного города нашей республики – Жемчужину Великой Степи. Максут Медилканов, Хабар-24. Сердцем Евразии именно так называют иностранцы столицу Казахстана. Нур-Султан сегодня больше, чем просто красивый город. Он представляет собой ультрасовременный центр, где обсуждают глобальные проблемы, решают политические споры. Он собирает лидеров государств и религиозных конфессий. Но ещё два десятка лет тому назад такие перспективы казались заоблачными. Владимир Вовки сокунулся в прошлое, чтобы понять, какая работа была проделана тогда для достижения внушительных результатов сегодня. Небольшой провинциальный северный городок – суровый климат, который не щадит ни зимой, ни летом. Такой была Акмала, основанная во второй половине XIX века. Именно сюда, в самые сложные годы разрухи, казахстанский лидер Нур-Султан Назарбаев решил перенести столицу из тёплой и уютной Алма-Аты. Когда Нур-Султан Назарбаев предложил перенести столицу, это, конечно, вызвало большое недоумение. Даже среди депутатов, а их ни много ни мало – 370 человек. Опасения вызывали многие моменты. Климат фактической отсутствия инфраструктуры, инженерных сооружений – всё это требовало расходов и вложений. Я скажу, решение было непростым. Почти как на целину – вот так вспоминают переезд в новую столицу первые переселенцы. Тогда не то, чтобы апартаменты с комфортом. В условиях дефицита приходилось осваивать любые помещения, чтобы жить и работать. Депутаты и министры первым делом запасались тёплыми вещами и спальными мешками. Ни для кого не секрет, что президенту было нелегко сделать первый шаг. В конце концов, справиться с этим климатом. Это метель, говоря о снежной вьюге, о синих ливнях, во время которых мы не смогли прогуляться по улицам. То, что творилось снаружи, больше напоминало картины шторма. Но мы улыбались и даже сравнивали себя с пингвинами, потому что одевались крепко и передвигаться было сложно. Вспоминаем это с улыбкой. Затем, как буквально на глазах из провинциального городка создают новую столицу, следили и журналисты агентства Хабар. Полевым репортерам, конечно, не привыкать быть постоянно в разъездах, такова специфика профессии. Но так, чтобы навсегда сменить место жительства, для этого нужно было обладать очень сильной выдержкой и решительностью. Строительство новой столицы стало для нас именно ударной стройкой. Мы каждый день в свои выпуски начинали о том, как идет строительство. Каждый день работал штаб строительства новой столицы. Репортажи с этого штаба были, открывали всегда наши выпуски. А трудности? Трудности были, конечно, большие, но вместе со всеми мы их переживали. Поначалу наше Центральное бюро агентства Хабар размещалось в арендной комнате метров, наверное, так на 30-40. Там шли и съемки, и монтаж. Вот так постепенно, год за годом, рождалась новая столица суверенного Казахстана. Сейчас более чем за два десятилетия вырос ультрасовременный мегаполис, ставший сердцем деловой и культурной жизни страны. Сегодня здесь получают образование по международным стандартам талантливая молодежь. Об истории столицы казахстанским детям рассказывают, начиная с детского сада и школьной скамьи. Мы рисуем, пишем сочинения, эссе, рассказываем на эту тему. И есть даже отдельные уроки, которые посвящены столицу Нур-Султана. Я начала рисовать Нур-Султан, а именно самые популярные достопримечательности – это Байтирек и остальные достопримечательности. Я рисую их ярким, потому что этим я говорю, что я восхищаюсь всеми этими красотами. В эти дни молодежь со всех городов вновь соберется вместе с наставниками, чтобы вспомнить, как строилась новая независимая история Казахстана вместе с новой столицей на карте мира. Сейчас мы прервемся буквально на пару минут, после чего продолжим. Не переключайтесь. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Интересно, что самый большой театр в Центральной Азии находится в столице Казахстана. Безусловно, это театр Астана-Опера, построенный 6 лет назад по инициативе первого президента Казахстана. Здание в 64 квадратных метра поражает своим великолепием и по архитектурному совершенству не уступает знаменитым театрам мира. Отрадно, что культурная жизнь столицы с каждым годом становится все ярче. Сегодня свои двери зрителям здесь распахнули больше 10 различных театров. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите новости. И мы продолжаем выпуск. Алматы в День столицы встречает гостей из Ареси. На вокзал прибыли 1138 детей, простите, которым подарили путевки в летние лагеря Алматинской области. Это первая группа отдыхающих. Остальных встретят чуть позже, говорят представители управления образованием. Всего лето здесь проведут полторы сотни ребят. Несмотря на долгую дорогу, они веселы и энергичны. Ведь впереди 30 дней увлекательных каникул. Общий сбор, фото на память и все по автобусам. Из бюджета выделили больше 30 миллионов тенге, чтобы юные арысцы смогли отвлечься и забыть о том, что им пришлось недавно пережить. Очень страшно было, и эти бомбы повсюду летали, и нам было очень страшно. Мы в машине все поместились, там 13-14 людей было, и это было очень страшно. Спасибо Алмате, что они нас позвали сюда, что в такой тяжелый момент наш Мариси был. И нас позвали сюда, чтобы повеселиться и забыть обо всем этом. Дети будут отдыхать в Мешегазарском районе. У нас есть прекрасное место Таутурген. Там есть у нас Таузанашар лагерь, там будут дети отдыхать 20 дней. Потом дети будут отдыхать в лагере в городе Копчегае, Куншуа, 10 дней. Но думаем, что дети хорошо отдохнут и найдут себе общих друзей, хороших друзей. И к новому учебному году вернутся с таким хорошим позитивом. Тем временем в Арысе, по данным Министерства индустрии и инфраструктурного развития, восстановительные работы ведут более чем на полутысячи объектах. На них трудятся свыше двух тысяч строителей. Задействованы все 17 регионов и городов республиканского значения. Наиболее пострадавшие районы закреплены за Акиматами Атыраусской, Туркестанской, Карагандинской, Павлодарской и Жамбылской областей. В городе развернули имени цеха по изготовлению пластиковых окон. Отсюда их сразу поставляют на стройплощадки. По поручению Ельбасы и главы государства, все поврежденные и разрушенные объекты должны быть сданы до 1 августа. Собственное жилье многодетным семьям – гранты молодым предпринимателям. Такие подарки получили жители села Аксу-Аюлы, Карагандинской области, ко дню столицы. О том, как проходило празднование в Шетском районе, регион расскажет Марина Золотарева. 24-летняя Сая Олжатай уже второй год обеспечивает родное село хлебом. Козылко и 100 домов. Именно столько свежих булок, испеченных по собственному рецепту, поставляет каждый день девушка. Сая разработала бизнес-проект и выиграла грант на открытие пекарни. Мы покупаем хлеб из города, из-за этого я хотела открыть в своем поселке пекарню. В 2017 году я участвовала в областном гранте и выиграла 3 миллиона тенге. Эти деньги ушли на оборудование. В день столицы Сая получила еще один грант – на расширение бизнеса. Кроме хлеба, юная предпринимательница планирует печь для сельчан торты и пирожные. К слову, сертификаты на открытие и развитие собственного дела сегодня вручили 15-ти молодым бизнесменам района. А многодетная семья Ахметовых сегодня отмечает новоселье. Местный меценат подарил им просторный дом. Теперь у Ахметовых не только пять обставленных мебелью комнат, но и хозпостройки, даже гараж. С начала года уже 15 многодетных семей района получили собственное жилье. У меня шесть детей. Я работаю техничкой в школе, а мой муж – пастух. До этого мы снимали дом. Было очень тяжело платить за него. А теперь у нас собственное жилье. Это такая радость. Также я получаю адресную помощь. А в социальном магазине нам бесплатно выдают продукты. Для сельчан подготовили праздничный концерт. А маленькие жители Аксо и Юлы удивляли гостей своими поделками. Выставку дети посвятили дню рождения столицы. Марина Золотарева, Сайла Уигликов, Хабар, 24, Карагандинская область. Традиционная сельскохозяйственная ярмарка в честь празднования Дня города проходит в Нур-Султане. В столицу прибыли караваны с продукцией из четырех регионов. Это порядка 800 тонн свежей и недорогой продукции. Моя коллега Сабина Балашкина расскажет, какой ассортимент товара представили сегодня аграрии. Сельскохозяйственную ярмарку разместили на левобережье столицы. Мясомолочную продукцию и овощи привезли из Павлодарской и Акмолинской областей порядка пяти десятков производителей. Не каждый день можно увидеть такой широкий ассортимент натуральной и свежей продукции. Да и стоимость товаров традиционно на четверть ниже рыночных. Мы привезли села Новосельское от Басарского района. Привезли мы творог, масло, молоко, кумас. Все, население само делает, производство свое, все натуральное, без каких-либо примесей, добавок. Все вкусное, хорошее, свежее. Такие сельхозярмарки в Нур-Султане уже стали традиционными, особенно в праздничные дни. Ярмарка все отлично. Купил красненькие картошечки домой и опят соленых. Все, спасибо, хорошая ярмарка. С праздником! Камаз, продукты все купили здесь. Цена дешевая, доступно все. Мясо, мясо купили. Хорошая ярмарка. Потому что ярмарка какой нравится нам. Все дешево, хорошо, свежо. На территории ярмарки установили сцену и организовали концерт региональных творческих коллективов, чтобы создать праздничное настроение. Ярмарка будет работать еще и завтра до 16 часов. Сабина Балашкина, Марат Дихамбаев, Хабар, 24. Около двух тысяч алматинцев вышли на мирный митинг. Рабочие, предприниматели, ветераны, известные спортсмены и ученые собрались вместе, чтобы сказать, мы против провокаций и беспорядков. Акцию БИС Бергемес проводит парция Нуратан. С ее участниками пообщались наши корреспонденты. С самого утра в сквере за кинотеатром СРРК собираются алматинцы. Они принесли с собой транспаранты и плакаты с лозунгами «Вместе мы сильнее, нам не нужны провокаторы». Мы хотим миром, мы хотим спокойствием, мы хотим просто работать, мы хотим просто отдыхать, мы хотим расти детей. Я думаю, о своих родителях, мы должны думать о своей родине. Вот такие цели мы должны преследовать, а не какие-то там выходы на почте и так далее. То, что дестабилизирует нашу жизнь, я считаю, что это недопустимо. Мы должны вообще ко всему прийти мирным путем, цивилизованным. Тем более, что возможности решить свои проблемы культурно, без потасовок и беспорядков есть, говорят представители партии Нуратан. Создаются общественные советы, Акимы и руководители управлений проводят приемы граждан. Власть готова вступать в открытый диалог с народом. Нужно показывать настоящими делами, реальными делами свою работу. В год в Нуратан обращаются более 100 тысяч людей со своими обращениями, просьбами, жалобами, со своими бедами. Только в городском филиале мы 10 тысяч в год принимаем. Больше 70% решаем положительно. Под казахстанскими флагами о мире спокойствия говорят знаменитые спортсмены и артисты. Со сцены не поддаваться на провокации призывает известная журналистка и блогер Диана Снегина. Она боится несанкционированных митингов и агрессивных призывов. Переживает за безопасность своих детей. Я хотела поблагодарить полицейских, которые берегут наш покой, берегут спокойствие моих детей, сон. Пришли сегодня и те, кто не понаслышке знает, какой ценой дается мир и спокойствие. Ветеран Вооруженных сил Казахстана Ким Серегбаев считает, прежде чем раскачивает лодку, решая свои проблемы, стоит задуматься о благополучии всего государства. Развитие государства, развитие нашего общества связано с этим понятием мир и согласие. Поэтому я призываю всех казахстанцев бороться за мир, бороться за согласие, бороться за будущее Казахстана. И молодежь должна участвовать в этом плане активно. На мирный митинг в Алматы сегодня вышли порядка двух тысяч человек. Александра Салмина, Ирлан Абжанов, Алматы, Хабар, 24. Попытки проведения несанкционированных митингов сегодня были организованы в Нур-Султане и Алматы. Несмотря на неоднократные предупреждения прокуратуры, отдельные граждане поддались на призывы провокаторов. Все подробности материалей моих коллег. Проспект республики можно назвать одним из самых оживленных в столице. Ежедневно здесь проходят тысячи людей. Этим и попытались воспользоваться провокаторы, начавшие выкрикивать лозунги экстремистской направленности. Для сохранения общественного порядка полицейским пришлось принять меры. Организаторы и зачинщики провокаций были задержаны. Позднее у некоторых из них стражами порядка были найдены дымовые шашки и травматическое оружие. Покажите все. Ваши. Дрон, дрон. Попытки провокации сегодня были зафиксированы и в южной столице Казахстана. По данным местного департамента полиции, многие из провокаторов и зачинщиков пытались маскироваться под местных жителей. В соответствии с законодательством республики Казахстан не санкционированные митинги запрещены. Если вы хотите выразить свое мнение, для этого существует предусмотренная законом процедура. Вы можете подать заявку в городской Акимат и провести санкционированный митинг в соответствии с законодательством республики Казахстан. Нарушать порядок никому не позволено. Организаторы и активные участники доставлены в подразделения полиции. Остальные после разъяснения правил организации митингов добровольно разошлись по домам. Задержание нарушителей проводилось максимально корректно. Специальные средства не применялись. Андрей Деменок, Амирбек Изимов, Хабар, 24. Другим темам парад духовых оркестров прошел в столице Казахстана в рамках юбилейного международного фестиваля «Астана-Самалы». В нем принимают участие лучшие коллективы нашей страны и ближнего зарубежья. Татьяна Ковалева поделится своими впечатлениями. В столице Казахстана такой парад проходит уже десятый год подряд. На этот раз в нем участвуют духовые оркестры национальной и президентской гвардии и столичной филармонии. Последний один из самых больших по числу исполнителей. В его составе 60 артистов, но сегодня выступали не все. Впрочем, зрители этого, кажется, не заметили. Прохожие останавливались, шли за колоннами и всячески поддерживали оркестрантов. Настолько душевно они играли, что некоторые даже в пляс спускались. Мы же не каждый день видим такое. Я рада, что стала невольным участником этого события. Каждый день работа, дом. А это как праздник. Я сегодня душой отдохнула, вспомнила приятные события из жизни. Я приехал сюда из Англии вместе со своими внуками. И это большое событие для меня. Мне очень понравился этот фестиваль. Я рад быть здесь на праздновании Дня города, теперь уже Нурсултана. Я надеюсь, что страна продолжит процветать. Это прекрасное место для того, чтобы возвращаться сюда снова и снова. Духовому оркестру подвластны все музыкальные жанры. Поэтому сегодня здесь прозвучал праздничный фейерверк из военных маршей, классики, эстрадных песен, джаза и даже рок-н-ролла. И все это в сочетании с парадным дефиле и музыкальным шоу. Артисты прошагали два часа под прохладным солнцем столицы. Мы готовы и днем, и ночью маршировать. Все дело для народа. Мы очень радуемся, когда народ получает удовольствие от музыки. И мы стараемся делать все для того, чтобы они радовались каждым годом больше и больше. Без музыки ничто нельзя сделать. Парад под музыку, любой военный ритуал под музыку. Мы живем в музыке. Десять лет назад проводить парад духовых оркестров в столице предложил заслуженный деятель Казахстана Сакен Абдрахманов. В итоге это стало доброй традицией. Татьяна Ковалева, Омирбек Изимов, Хабар-24. Гран-при 15-го международного кинофестиваля Евразия получил фильм-тренинг личностного роста казахстанского режиссера Фархата Шарипова. Сегодня состоялось закрытие фестиваля. Напомню, в основном его конкурсе было представлено 12 картин. Все они ранее участвовали и даже побеждали на крупных кинопоказах. Дипломами агентства Хабар отмечены два фильма. «Халима» татарского режиссера Юлии Захарова и «Девушка и море» отечественного режиссера Азиза Заирова. В целом приглашенные высоко оценили организацию кинофестиваля и репертуар представленных картин. Хорошая организация, ровная, очень хорошая программа, где не было явных фаворитов и не было явных аутсайдеров. И уровнем кино, которое было представлено, в частности уровнем местного казахского кино, которое было представлено одним фильмом в основной программе, но он весьма хороший, очень хорошая, очень хорошая картина. День столицы в Алматы отмечают большим звездным концертом. Хорошее настроение жителям и гостям города дарят известные казахстанские и зарубежные исполнители. На площадь имени Абая матинцы пришли с семьями. Звучат здесь не только любимые мелодии, но и теплые слова поздравлений. Всех поздравляем с этим прекрасным праздником, Днем столицы. И желаем нашей великой и хорошей родине просветания в дальнейшем и красивого мирного существования. Я из города Курска. Приехала к вам в гости. Город Алматы. И попала на удивительный праздник. Очень неожиданно и приятно. Поздравляю вас и вашу столицу и всех казахстанцев с праздником. И вы знаете, очень нравится, очень доброжелательная обстановка. Я хочу сказать каждому, кто проживает в нашей республике. Ребята, цените то мирное небо, которое над нами. Цените возможность многонационального дружеского проживания. Я поздравляю всю республику, потому что знаковый город стал. Знаковый для нас всех. Это что-то современное, но и тем не менее в этой железобетонной, стеклянной сути его сохранилась самое главное. Там есть душа. Мне нравится наблюдать за тем, что столица становится все краше. Она развивается с каждым днем. Я с гордостью могу сказать, что город Нур-Султан – это будущее нашей страны. Я хочу поздравить жителей Казахстана с таким великим днем, с днем столицы. И на этом все. Следите за развитием событий вместе с нами на телеканале Хабар 24. Всего доброго и до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok